Сегодня первый день встречи министров туризма. Участников приветствовал министр культуры России Владимир Мединский. На открытии в первую очередь, конечно, говорили о месте проведения форума. Мединский отметил, что сильной стороной Сочи всегда был целебный климат, уникальная природа и лечебная база, слабым – отсутствие инфраструктуры. Сегодня, когда проблема благодаря успешно проведенной Олимпиаде полностью решена, перед городом ставят новые задачи. Она должна работать на развитие. Сейчас, создав эту фантастическую инфраструктуру, мы, я могу сказать, не вышли на мировой уровень, мы его превзошли. Теперь наша основная задача – эту инфраструктуру заполнить. Главная тема встречи министров – роль мега-событий в устойчивом развитии туризма. Как отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, после Олимпиады количество крупных мероприятий в городе будет только расти. Так только в этом году на курорте запланировано 100 российских и 14 международных событий. Мы вообще-то хотим очень сильно развить событийный туризм. И это самое выгодное, это самое надежное. Событийный туризм дает возможность сделать календарный план. Событийный туризм дает возможность сделать, по большому счету, круглогодичную загрузку. И плановость самое главное. У Сочи большой потенциал, и он заключается в проведении высокоранговых событий, конференций, съездов, конгрессов. Для этого здесь есть все – транспорт, гостиницы, и, что важно, специально обученные люди, которые умеют работать на таких мероприятиях. Сегодня в рамках встречи состоялось два пленарных заседания. Министры говорили о механизмах оптимизации экономического и социального влияния мегасобытий на туризм и наследие таких мероприятий. С докладами выступили спикеры из Италии, Кореи, Азербайджана, Хорватии, Венгрии, Бельгии и других стран. Завершится форум завтра. Тема заключительной встречи – стратегическое партнерство как инструмент планирования крупных мероприятий.